всем доброе солнечное утро у нас классная погода встает вот там вот солнышко солнышко и мы завтракаем на сегодня я солила рыбку у нас сегодня рыбка с домашним хлебушком и с авокадо в общем сегодня у нас есть яйцо хлебушки у нас сегодня все рано так встали вчера рано мы легли все спать сегодня рано встали мы теперь все вчетвером завтраком такое ощущение что у нас выходной но у нас не выходной у нас рабочий день все идем в школу сегодня четверг и мы собираемся еще завтраком собираем ланчбоксы а тебе не дают ничего да сидит ждет тебе ничего не дают у нас был когда ураган я занесла хвосту домой сейчас надо будет ее вынести на улицу она была на улице и да наверно до холодов и и кстати не пересаживала оставлю до следующего года листики ой ну какая погода сегодня ну солнышко красота на балконе вынесли только стульчики и вынесли гриль вот диван у нас стоит в коридоре мы не заносили я не знаю будет еще такая погода или уже скоро будет осень ковер специально не стерим потому что если какой-то дождик то потом уже под ковром все это собирается вот пока в общем пока вот так вот посмотрим может диван вынесем если там на выходные посидеть а так наверное уже скоро будем все убирать хотя мебель это для улицы вот но я не знаю боюсь что она может поржаветь люблю как и солнышко хорошо так девчонки сейчас будем стирать я хочу постирать зимние куртки загрузила детские зимние куртки купила вот такие вот шарики надо стирать с такими шариками чтобы ничего не сбилось детские куртки наши куртки сейчас хочу постирать я надеюсь все нормально выстрелить потому что такой машинки я не стирала у меня есть такая вот классная штука это такие гранулы они очень классно пахнут сейчас тоже хочу добавить надо самый низ добавлять конечно она уже загрузила застирала рукава шарики кинула беру капсулу нужно сейчас самое главное это режим подобрать такой чтобы был не сильный до такой же деликатный наверное я возьму и ставлю цветной режим надеюсь все постираться ничего не собьется вот и как раз будем уже к сезону готовы да я раньше все время стирала курточки и жилетки и все в стиральной машине и потом можно было сушить сушильный я думаю что я постираю и вместе прям с этими шариками тоже закинул сушильную машину вот поэтому пусть щас рука стирается там посмотрим там если что вы так разобью руками и все высохнет я достала курточки все в принципе нормально я помню я дома мучилась этой демоны курточкой она прям сбивалась сейчас она в принципе нормально я еще руками пройдусь но ничего нет стиралась вроде бы но единственное что вы тут рукава почему-то забились и мокро это у нас траву кольца так громко ездит вот так что сейчас вот этот рукавчик надо будет просушить так принципе нормально так и моя курточка тоже сухое это куртка диме уже будет маленькая и постирала ею либо на продажу либо потом соня может быть оставлю посмотрим не дает мне товарищ поснимать вот видите катается и как я говорила после урагана вон гортензии валяются мусор убрали весь а гортензии валя я вчера пекла вот такие пирожочки это пирожки на заварном тесте с яблоками девчонки рецептом делиться не буду хотя если интересно могу скинуть если вам надо написать в описании но скажу сразу мне понравились я делалась яблоко можно делать варенье можно делать мясную начинку но дети не оценили тесто здесь такое заварное она более жесткая что ли даже не жестко на какой-то более пресная в общем мы ели дети не ели поэтому даже не знаю всегда советую тогда когда всем нравится когда я уверена что вкусно мне в принципе вкусно вот но не скажу конечно вау как знаете на духовые пирожки или на сковородке это в духовке готовились вот так что я сейчас хочу быстренько перекусить вот этим пирожочком на заварном тесте кстати интересный такой опыт вот не знаю готовили вы на заварном тесте расскажите мне собрала со школы сегодня опять была библиотека мы не можем дойти до дома нам нужно срочно почитать книжку и тут на лужайке мы сидим и читаем пойдем там дима нас ждет еще глянь тоже да нарисовали пойдем пойдем троица моя поздоровайте скажите всем привет привет у нас час времени мы разрешаем детям один час в день дима приставка соня телефон потому что если нету не будет никакого таймера не могут играть целый день поэтому нас ограничение так что у них время игр до мышка вон с ними лежит а я девчонки приготовила вот такие вот крылышки пожарила просто на сковородке не стала духовку разогревать потому что духовка огромный думан ради одних крылышек не очень здесь у меня свинина тушеная лук морковка перец помидоры все поджарила протушила добавила свинину закрыла крышкой она все в этом соке томилась я не очень люблю подливку мне нравится вот такое вот мясо либо чтобы она была прям поджарена и отварила макарошки так что вот так вот надо будет картошку сегодня купить помыла масленку масло закончилось так что у нас девчонки будет сегодня закупка я знаю что вы просили закупку вот поэтому на сегодня пятница и как раз пятницу по пятницам у нас идет закупка продуктов одеваем кофты потому что мы едем в костках там просто огромные огромные холодильники стоят и там очень холодно я даже летом когда мы ездили я всегда одевала теплую кофту потому что мы замерзаем не все там такие ходят но мы замерзаем поэтому обязательно берем теплые кофты одеваем детям теплые кофты очень холодно холодильники огромный магазин большой это типа такой мы едем в костка я говорила нет я уже забыла мы едем в костка это такой большой оптовый магазин где можно купить все оптом то есть например вы покупаете масло но идет вы можете одну взять вы можете в две упаковки это получается намного выгоднее дешевле то есть туалетную бумагу вы берете таким большим паком хватит на очень на очень долго получается тоже намного выгодно что там хлопья например берем тоже там две пачки идут тоже выгодно получается в общем все все идет таких вот макарон идет такая огромная коробка в ней по-моему то ли 9 пачек по-моему 9 разных видов макарон тоже сначала думаю блин зачем столько много как бы ну я не люблю хотя хранить есть я думаю зачем столько много потом знаете мы вот раз купили я вообще забыла я знаю что в любой момент полезу и у меня есть макароны и также могут ездим раз в неделю мы настолько привыкли мы в течение недели практически не заезжаем магазин но иногда если что-то прям такое вот надо например знаете такое как хлеб нам не надо потому что я пеку сама хлеб у нас всегда есть молоко молоко мы берем либо 2 литра либо 4 литра тоже хватает на очень долго потому что только идет в кофе омлет в принципе больше никуда либо блинчики больше никуда не идет вот а так чтобы заехать овощи фрукты иногда до бывает том что ягоды детям покупаем они бывают быстро съедают вот а так принципе по пятницам я иду у меня есть список я исследую четко четко списку сегодня такой будет немножко больше у нас закупка потому что нам нужно купить у нас добавки закончились в общем всего немножко больше чем чем обычно вот ну в общем покажу так мы приехали костка одеваемся застегиваемся любимая костка погнали люди все тарятся и мы идем да не только продукты тут все можно принципе купить и кстати можно посмотреть витамины до коллаген для иммунитета что-то это витамин c цинк 3999 витамин d3 детский 1243 такая большая 365 таблеточек нормально дайсон 169 но это канадские доллары так ну у меня есть фен и утюги 4999 такой всякие полу фабрикаты и вот такие вот вкусные джейнс мы берем это этим наггетсом давай картошечка картошечка главный помощник папы да это вкусное мороженое дима пока до берет китка тоже вкусная это какие-то чизкейки кстати я не знаю это мороженое или что да мы сейчас зашли поели пиццу самое любимое занятие это давать чек как ты думаешь как как и Показывай, показывай. Ух ты, косички забыла, да? В прошлый раз косички рисовала. Все, уже темно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, мы приехали домой. Вот такая вот у нас закупочка вышла продуктов. Я вам сейчас покажу. Я знаю, что вы любите, вы просили. Я редко показываю. Сегодня как раз покажу. Сегодня мы немножко подзадержали, встретили ребят знакомых, поэтому еще в постели поели пиццы 10 минут 9-го. Так, круассаны берем не часто. Первое время мы прям взяли первый раз, по-моему, вообще две пачки взяли, потому что они были очень вкусные. Потом брали другие, короче, булочки. Круассаны беру. Если мы не съедаем, я их замораживаю. Потом в микроволновке 30 секунд. Можно в школу давать. У меня вода берет на работу. Я, кстати, не очень. Вы знаете, я почему-то отказалась от мочного. Мне просто не хочется. Так, взяли круассаны. Дальше я взяла, это может, в Далараму тоже заезжала. Такие рулетики для школы. Что они так, это? И на цыке. Из сладкого. Что еще взяли? И вот такие вот крекеры тоже для школы. Это детка. Пидысики. Пидысики. Дальше. Мандарины. Целая большая упаковка мандарин. Я, кстати, не знаю, вкусные, не вкусные. А это новые. Поэтому взяли попробовать мандарины. Дальше. Пакет большой яблок. Я беру, чтобы они были прям твердые-твердые. И здесь, по-моему, 2 килограмма, что ли. В общем, не важно. Яблоки обязательно, без них никуда. Так, дальше с легким паром. Блюбери. Голубика. Голубика, по-моему. Вот такую дети берут в школу каждый день и съедают. Прям так прилично. Поэтому это для них я не очень люблю. И взяли клубнику. Килограмм тоники. Пахнет. Очень вкусно. Здесь круглый год. Так, дальше. Ватные диски. Взяла перекись. Это тоже я в доллараму зашла. И взяла спирт, потому что до сих пор, представляете, не было. По мясу взяла только огромный вот такой кусок. Здесь 3 килограмма. Это свинина. Фарш у меня есть. Курицу мы не берем сейчас с Косткой. Мы нашли такой хороший магазин мясной. Там намного дешевле, поэтому мы там берем. Вот. Поэтому взяла свинину. Я ее разделаю. Я сразу нарезаю на отбивные. Сразу нарезаю, там, если на борщ. Мне нужно на гуляш. Я прям подписываю. Гуляш. Отбивные. Все, что вот мне нужно. Просто кусочками пожарить. Вот. Поэтому такой большой. Мне удобно. Я купила 3 килограмма. Я знаю, что мне хватит. Ну, так. Надолго. А, кстати. У меня, короче, все в разбросе. Все-таки получается. Купила вот такое вот мыло. Кому может быть интересно, кто с Канады. Говорят, что это очень похожее мыло на хозяйственное. Хозяйственное. Огурцы. Помидоры. Такие вот на веточке. Они очень вкусные. Если они зеленые, вот такие вот красненькие, то они прям вообще обалденные. Прям как, ну, действительно вкусные помидорчики. Дальше взяли попробовать масло. Я не знаю, мы такое никогда не брали. Поэтому взяли масло. Творог. Я, кстати, моя подписчица написала, как готовить правильно творог дома. Но я пока взяла такой, еще не готовила. Если буду готовить, когда, точнее, я буду готовить, вам обязательно покажу. Дальше взяли сыр. Уже нарезанный слайсами. Это кирпленд. Вот такой именно не брали. Мраморный. Но я думаю, что будет вкусно, потому что мы берем всегда моцареллу. И его набалденно. Решила попробовать что-то вот такое вот. Дальше мы взяли вот такие вот наггетсы. Нас Дима их очень любит. В духовке 20, по-моему, минуты. Здесь 2 килограмма. Тоже вкусно. Иногда нужно. Что еще? Еще я взяла вот такую приправу. Это красный перец и чеснок. Никогда я ее такой не... Я отдельно пользуюсь с чесноком, отдельно красным перцем. Она запакована. Она закрыта. Мышка в фон. Ну, пахнет вкусно. Но почему-то запаха чеснока нет. Ну что? Крышка влетела. Так, ладно. Что мы еще взяли? Мы взяли картошку. Затошка продается в таких вот, по-моему, четыре с половиной килограмма картошка. Да, четыре с половиной килограмма. Вот такая вот желтая картошка. Мне понравилась больше всего. Дальше мы берем большая пачка макарон. Здесь девять штук по полкилограмма. Взяли сахар. Насколько я знаю, максимально четыре с половиной... Четыре килограмма сахара. Все. Вот такая вот у нас... А, нет, не все. У нас еще сок остался детский. Мы тоже берем в Костка. Сорок штук, по-моему, идет упаковка детского сока для школы. И мы взяли еще вот такой вот ирригатор. Фирма хорошая. Да? Можно. Вот, Арпин Пик. Вот, поэтому ирригатором нужно обязательно пользоваться. Наша еще стоматолога рассказывала, что обязательно пользоваться ирригатором и нам, и детям. У нас никогда не было. Вот, наконец-то мы его приобрели. Будем пробовать здесь. Я так понимаю, что есть несколько насадок. В общем, надо тестировать. Вот. Так что вот такие вот у нас покупки вышли. Так, ну что. На этом буду, я думаю, заканчивать видео. Оно у нас получилось не такое длинное. Вот. А, еще конфетки тоже забыла показать. Беру детям тоже в школу даю одну-две конфетки такие, либо желе, ну что-нибудь такое сладенькое. Все, на этом заканчиваем. Увидимся с вами совсем скоро. И всем пока-пока.